Все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мое. Как правило, люди слышат только первую часть этого апостола благословения. Все мне позволено, особенно это слышат молодые люди. Они хотят, чтобы все было им разрешено. Да если мы вспомним каждый себя, своей умности, наверняка вспомним, что нам так же, как и сегодня молодым, хотелось все и сразу. Хотелось некой свободы, хотелось некой славы, некого имения, которое помогло нам жить безбедно и, как мы думали, счастья. Но шло время, и мы понимали, что слава, если и приходила, как некая птица удачи, то быстро оставляла нас, погоня за какими-то материальными благами, особых радостей не принесла, да и само физическое здоровье, то там, но здесь, мы чувствуем, как не всегда, укрепляет нас в своей крепости. И с подростком человек понимает, что ни слава, ни деньги богатства, ни телесные наслаждения, ни чувственные удовольствия не могут по-настоящему насытить жертвующую верой душу человека. И вот в этом нам и помогает разобраться с бывшим притчем о нужном сыне. У некого отца было два сына, и один из них действительно захотел, как, наверное, все молодые люди, поэтому, наверное, эта притча об каждом из нас. Он захотел свободу, он захотел часть имения отца, над которым не работал, он захотел это получить сразу, потому что он считал это своим наследством. И потом он захотел жить, и как отец учил его, правильно, трудолюбиво, работать, да, в горле отца нужно было трудиться. Он этого не хотел, он хотел отдыхать, наслаждаться и брать от жизни все. И отец отпускает его, отдает часть своего наследства, над которым он не трудился. И тот уходит, и как он живет, вот так он и живет, он наслаждается свободой, он тратит деньги отца, он проводит время с блудницами, в вене, в ядстве, в объедении, в черевом воде. И думает, вот эта жизнь настала, но закончились деньги, прекратились друзья, разошлись те, кто рядом пил, ел, гулял и веселился. Закончились деньги, закончились друзья, прекратились и подруги, все удовольствия. А надо как-то питаться. И вот этот цель приходит тому, что нужно где-то, что-нибудь на хлеб себе насосить заработать. И он устраивается на работу к очень жестокому человеку, который нанял его на работу, чтобы тот кормил его свиней. А так как свиньи были в большем почете, чем этот раб, куда был нанят этот юноша, то ему не доставалось корма даже свиней, потому что хозяин этого дома скорее забылся о свиньях, чем о людях. И он пришел к пониманию, что же я сделал, какой свободой я насладился. И вернусь, ведь отца моего обители, но покаюсь, приду к нему и скажу ему, Отец мой, прими меня в число твоих рабов, потому что я уже не достоин называть твоим сыном. Встал и пошел. И притча Христа рассказывает нам о том, что Отец не просто сидит и ждет своего блудного, раскаивающегося сына. Нет. Он не просто выходит, он бежит ему. Бежит ему, престарелый Отец, чтобы встретить своего блудного сына. И тот подбегает и падает к нему в колени и говорит, Отец, прости меня, я согрешил против неба и перед тобой. И вот в эти минуты, наверное, пролетела вся ему эта кошмарная жизнь, к которой он так стремился, к которой стремятся и сегодня молодые люди, которые наверняка пережили многие и здесь стоящие. Что ни вну, ни удовольствие, ни чревообъедение, ни пьянство, ни какие-то деньги в кармане по-настоящему счастью не приносят. Уйдя из Дома Небесного Отца, человек не может быть счастливым. И вот эта притча как раз-таки об этом. И когда блудный сын в коленях у Отца вдруг слышит эти удивительные слова, которые порой не укладываются в человеческую психологию. «Сын мой, ты пропадал, — говорит ему любящий Отец, — и нашелся. Ты был мертв и ожил. И нет больше радости для сердца Отца, чем поспящение Бога. Кому из нас не знаком эта удивительная притча? Но давайте вынесем из нее уроки. Первый из которых — это желание все время освободиться от бремени, которое мы считаем является по-настоящему свободой. А Сам Христос говорит «в бремя мое, благо и легко». Вот если мы ощутим на себе радость болитвы, радость совершения добрых дел, милосердной любви, радость не потому, что мы обязаны это делать, а потому, что мы с радостью трудимся на ниве Отечественного благословения. И приходя к Богу, нас ведь никто не толкал сегодня прийти на Божественную тупь. И каждый проснулся, завел грудильник пораньше, не боялся ни дождя, ни падающего снега, и сказал «пойду, пойду, как слуга, в дом отца Моего Небесного, и скажу «Господи, помилуй и меня, грешник». И я согрешил своей жизнью в поисках этого человеческого, как мы думаем, как все ищут, счастье, а его-то там нет, счастье там, где Ты, Господи. И вот к этому источнику счастья, к Тебе, Господи, и стремится душа моя. И после того, когда мы слышим такую удивительную радость речь отца, мы удивляемся словам собственного еще одного сына, родного брата, заблудившегося, юноша. Кто-то еще только подходил, услышал, что отец, послушав возвращение, своего родного сына устроил даже пир. Вот как удивился, стал возмущаться, по какому случаю, собственно, сегодня такой праздник? А ему говорит «брат, двойный родственник». Обратите внимание, когда же слуги, те, которые рядом на службе у этого любящего отца, говорят «твой брат-то вернулся!» А он печалится. Он подходит к отцу и говорит «сын твой пробудил все имение Твое, которое Ты откинил ему. С блудницами не было здесь с нами, когда мы трудились, и Ты сегодня устроил ему пир». Вы слышите, он даже не говорит «брат, двойный родственник». «Сын твой!» Он уже ничего не имеет общего с этим грешником, который пошел и действительно нагрешил в своей жизни ему. И снова обращающий отец говорит «сын твой, все мое твое». А надо было возрадоваться тебе о брате твоем, потому что он пропадал, он нашелся, и умер, и ожил. Это удивительная притча, дорогие братья и сестры, заставляет задуматься и каждого из нас, как родителей. Ведь настал момент в жизни, когда сын вспомнил, как хорошо было в доме отца. Это как нужно было жить, с какой заботой относиться к сыну, чтобы даже тогда, когда он дошел до свиньи, хорошо он вспомнил, как было хорошо там, где отец. Встань и вернется. Вот сегодня, пусть это будет на пол. Давайте воспитывать своих детей так, чтобы они чувствовали, что их родной дом это дом отчим, дом, где их любят, где их прощают, где их сто, тысячи раз прощают. И кто-то скажет, это слабость, но тогда не было бы и Павел. Не было бы этой удивительной притчи о возвращении к Богу сына. Если бы отец, который встретил вернувшегося грешного сына, предал бы его темнице или суду, но всякий раз мы видим в этом доброе и велосердное отце именно Бога. Именно в этой притче мы понимаем, что Бог есть и Бог. и главная цель человеческой жизни раскрывается в этой притче, что ни наслаждения, ни деньги, ни богатства, ничто не может быть целью человеческой жизни. Главной целью для него является спасение его бессмертной души, без Бога, без любви небесного Отца душу свою не спасти. И только тогда, когда человек это понимает, он начинает об этом заботиться. Вот тогда он начинает в храм молить, и Бог молиться, и пост соблюдать. А начинается это все с тех самых слов, которые произнес в луфе целью. Прости, прости меня, отец. Вот, давайте мы, премьер предверье Великого Поста, услышим в этой притче самое главное. Бог ждет каждого из нас, какими бы путями мы не ходили, потому что слепые отцы говорят, нет такого греха, чтобы не простил Бог. Кроме греха не раская любого греха, который не совершит человек, по примеру, не ухл может быть прощен, причем в единственном смысле, если человек это осознает и успеет вернуться. Сколько людей не хотят обращаться. Они говорят, я не верю в Отца, я не верю в Его любовь, я хочу продолжать наслаждаться жизнью, не мешайте мне. А притча звучит вновь и вновь во всех храмах Божьих и зовет. Зовет своих детей в дом милосердного Отца. А потому давайте мы с вами не пропустим эту любящую руку Господа, которая готова обнять нас, а не оттолкнуть, благословить нас, а не проклянуть, помочь нам, а не отвергнуть. Вот если мы в Боге увидим вот такого Отца, тогда мы будем понимать, почему мы каждый день молимся и называем Его Отчем Нашим. Вот дай Бог нам перед мостом осознать глубину нашей веры и никогда не отчаиваться. помнить, что любящий Отец Бог ждет всегда наших с вами возвращений.